добрый день сегодня у нас конец июля вот я вам показала в рассаде у нас в кассете цикламенчик нарос вот такого плана сегодня мы поговорим о цикламене а его пересадки что мы делаем с ними дальше когда цикламен поднялся образовал уже 34 настоящих листика то пришло время пикировки его второй после сходов это вторая пикировка следующий горшок то есть мы будем его пересаживать 12 горшок и землю я использую для него только вот такую рыхлую торфяную землю он любит он вообще не любит добавление чернозема поэтому учитывайте это для себя цикламен я сажу только в такую землю это земля типа ричланд мискар то есть торфяная вот такого плана земля в ней он растет очень быстро хорошо и без проблем черноземная если мы будем мешать с обычной землей то рост его задерживаться но не любит тяжелую землю вообще это также относится и к фиалкам лаксиням фуксиям я их сажу только в такую землю ну вот сам процесс пикировки горшок мы накладываем землю практически полный горшок делаем отверстие куда заглубляем наш цикламен теперь нам нужно его уплотнить со всех сторон но самый важный момент это то чтобы одна третья луковки была на поверхности то есть если он сильно заглублен мы чуть-чуть его раскрываем луковичка должна находиться над уровнем земли здесь находится у нас точки роста и если мы его так вот заглубим то наши точки роста загниют она этого не любит растет цикламен всегда вот так вот выглядывая земли луковичка и тогда он будет у вас хорошо себя чувствуете хорошо расти в таком вот виде он у нас должен быть поливать поливая его сверху если луковица не заглублена то полив сверху он не боится значит самое главное это уплотнить землю чтобы не было пустот в горшке когда начнется развиваться корень и посадить луковичку над уровнем земли то есть очистить немножко сверху и чтобы она у нас была над землей землю мы хорошо уплотняем всегда при посадке растений земля должна быть уплотнена не сильно но пустот не должно быть это будет способствовать хорошему развитию корня и вот на таком уровне садим и наш цикламен после пересадки две-три недели ему достаточно будет питание в новой земле то есть три недели мы его не подкармливаем любое растение вы должны знать для себя после пересадки две-три недели не кормится он получает питательные вещества то земли в которую мы пересадили и спустя три недели мы начнем подкормки значит подкормки мы ему делаем сейчас лиственные для лиственных растений так как ему надо до зимы набрать хорошо зеленую массу поэтому подкормливаем для лиственных там где больше содержания азота можете добавлять железо что способствует лучшему усваиванию то есть хелат железо раствор я его тоже добавляю с удобрением и вот такой план акустики сажу я так как видите листовая масса уже большая можно садить его 12 горшок что еще по поводу цикламена можно сказать значит вредители у цикламена основного вредитель это паутин цикламеновый клещ может появляться как можно проверить как вы можете наблюдать о том что у вас завелся цикламеновый клещ если у цикламена вы его подкармливаете даете все питательные вещества ну вы видите что остановился рост это говорит о том что на нем сидит вредитель клеща этого практически не видно растение останавливается в росте со временем появляется на листиках такой стальной налет чтобы не допускать этого при выращивании цикламена просто я периодически раз три раза месяца делаю обработку цикламена специальными препаратами от клеща о них мы поговорим дальше в следующем видео есть препараты которые хорошо убивают клеща и вот так вот выглядят уже наши пересаженные цикламенчики они уже активно пошли в рост смотрите начали появляться новые листики как я через три недели начнем подкормки для лиственных растений стоят они у меня там где стоят мои сеянцы видео там я про них выкладывала там где адаптация сеянцев проходит под агроволокном здесь днем притянена сетка еще агроволокном для того чтобы не было санцепелка вот они стоят здесь и уже пошли в рост такие кустики будем с вами наблюдать как они у нас будут нарастать течение сезона и зацветать на 8 марта подписывайтесь на канал будем рассматривать много интересных тем полезных нажимайте обязательно на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео была рада с вами пообщаться до новых встреч пока пока